письма идут-идут и мне уже весь следующий юбинар придется опять все ломать потому что и тому надо ответить и тому вот ну что друзья поехали Алексей Виноградов дружище какую-то роль в моей жизни сыграл 106 фотографий прислал сразу с моими сразу прислал 106 фотографий с моими фотографиями плодов на чужих сайтах 106 я прочитал это сразу это было много лет назад с тех пор только добавляется добавляется все известнейшие вроде темирайзов академии придумать взять мою фотографию придумать под биографию этого сорта назвать мой серофим я с вами как бы здоровый серофим придумать ему новое название биографию успех назвали биографию ему придумать да покупайте у нас саренцем и темирайзовская академия да идем дальше так брат привет раньше без тебя делал вот сколько ты этих фильмов сделал тысяч полторы вот практически с нуля разрезаем вебинар на части так за николаевич привет вот сергей александрович здравствуйте я начинаю путать не тот сергей александрович который вот плохо да и фамилию я все забываю у которого два высших образования включая генетику если это так то что вы здесь забыли среди нас простых этих металлургов строители а может быть это не вы так что-то по памяти похоже имя очень нотари здравствуйте ризация здравствуйте михаил привет все снег сходится как вот снег ставила и баками скобы шокировали свои фотографии лежишь меня доводить до факта бухтяров привет павлов что-то не припоминаю скобы на связи может быть память подводит а может он и новичок гречихина она обо мне хорошего мнения знаете как легко завоевать друзей это железо умница и значит вы для меня тоже умница мы одной поле одно поле ягода спасибо за доброе послание ко мне если дерево сломалось под урожаем если кора полностью не отделилась а его изжал сегодня это делал у меня сегодня упало четвертое дерево так вот причем из тех которые полностью ломает тут ничего уже не поделаешь и вот у меня получилось так что кора это одна треть сохранилась я уже знаю что она может дойти до урожая но как для меня потеря когда сока будет идти в два раза меньше то есть третья часть чисто визуально то есть вот она упала надлом сильный но все-таки тут смотришь сок идет и тогда две трети раз тогда я оставляю одну треть а две трети я сегодня это делал я сегодня ходил и отрезал ветки по принципу мелешь плакал вместе с плодами отрезал одеваться некуда думаю пусть одна треть но вы кормит . а потом уже придет глубокая осень тогда уже от пилю полностью так вот так что то что я еще раз кора полностью не отделилась значит надо просто сделать сильную обрезку чтобы остаток коры которая не отделилась чтобы выкормил остаток дерева так дальше считаю не отделилась от ствола то можно дождаться осенью нормально просить плоды поставить подпорки только для того чтобы не было наклона вниз пусть бог но не вниз можно получить уже и потом отрезать вот а я перед этим только самое самое же и сказал я не знал что вы это дальше пишите если вниз отклонится ветка то она засохнет если вбок или вверх то сок еще идет посадка на коры только мою ветку поднять невозможно учитывая урожай так что вот как она упала так и лежать так владимир башкирия это вы к чему пишите ответ или смотрите потому что упавшую ветку абрикоса не обязательно было сразу отрубать от ствола вполне но я уже тоже ответил что я не сразу отрубаю ствола только я выбираю середину наполовину это значит и не отрубаю ствола но уменьшаю количество плодов на потому что все не выкормят тогда получили полноценное в общем я надеюсь мы все трое другого поняли александр подскажите пожалуйста вы думаете что я изобретя фаину буду держать черном деле 1-2 абрикосы 10-9 сейчас минутку дочитаю его больше не будет будет еще просто какие-то отличия кости привитых из самых корневых абрикосов какие лучше блядя посетили наполовину и те и те и те поймите как должно быть я я говорила то что я не знаю какие посмотрите видите дальше 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 если я помню здесь или где-то было сбита дата там как будто мая но все равно моя это мая но это видимо когда-то против логика дата теперь так вот это и где-то там а вот смотрите они уже совсем другие согласитесь что они не похожи вот знаете вот это не похоже на вот а это всего лишь потом вот это у меня самое первое когда-то приезжайте линия а у меня два абрикосика вот они я говорю по их оказываю появился кровоход аппарат это примерно 2007 год и тогда вот это уже у меня получил до этого были ну там знаете эти бумажные фотографии там не так плохо видно получается что получается что получается что возвращаемся к нам сюда где мы были вот это винар да получается что и я уже гарантии а и 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 тех пор продолжает а тут еще про прививку какой лучше на этот прививку на пологене на прививку сколько раз я говорил это отдельная тема это опять надо давайте так впереди в урожай будут подходить каждому дереву вот сделаю специальные таблички априкос клон академика постарайся можно больше плачащих деревьев показать уже живем в виде фильма архив документы такой архив стоит на русской премии но как-то забывать о русских постоянно потому что нашим ученым и наше государство не нужна мы привыкли чтобы села лапы нас привычили так думать потому что вот здесь вот не берем на русские премии об этом нет вот это представьте себе что в академию наук обратиться в правительство слышали что там люди в жизни вообще такое необычное а ответ уже был ремли главный редактор обращался к академикам главный редактор который меня знает который был на моей коллекции который видел сотни моих фильмов видел сотни моих фотографий тысячи еще это роскошь невероятной и невероятной науки он получил ответ проходил поэтому только мы с вами будем двигать на ухо ну и получается что зачем сюда залезть я уже забыл я уже забыл я должен был вам показать а я должен вам показать каталог я над ним заканчиваю работать вот и даже уже очередь есть каких-то было сильно много какие-то мало усыпив серфину будет мало понимаете да поздних липов будет мало королевский будет море и файн будет море вот на какие-то уже надо очередь устанавливать как это будет выглядеть вот видите новые цены на 5 рублей поднял цену на косточки абрикос вот на 10 рублей поднял цену на 5-2 вот вот черешливая 30 рублей было 30 осталось а эти все тоже вишневые селевые остались на веке мальчурские остались вишину поднял на 10 рублей это же не просто вишина самая северная мера так как черешная самая северная мера это не шутки груши гранитки яблони культурные 20 рублей северки как были 10 для этого добра много вот и так далее а потом когда дойдет а вот это вот смотрите вот готовы вот конечно все захотят вот это но это будет отдельная очередь вот и будет все по десятку вот и есть клоуны я предполагаю как они будут понятия не имеют почему 5 может 3 может 8 почему я смотрю я вам показывал на ладони они уже такие а еще только весна у нас холодильника была перемешка с жарой вот и получится что кто-то захочет иметь вот это чудо а у меня будут еще другие чудеса поняли уже я буду писать вот эти руки если шту а через 50 заказывались когда они закончились вот а вот это вот это вот это вот это вот мы каталог я добавлю свежую фотографию добавлю поняли почему потому что свежий урожай он больше доверен чем эти фотографии сделали 5 лет назад 3 года назад согласны что больше вот это свежую фотографию я их добавлю сюда вот она поедет но это фотографии 10 лет а я свежие фотографии не сделаю не хуже но они будут отличаться даже привитые будут отличаться даже привитые посмотрите сколько я вам наговорил теперь возвращаемся к нашему видео вот смотрим дальше что да но на м это не но не все как